Всем привет! В этом ролике я покажу как настроить Windows Firewall для ограничения определенным приложением доступа к интернет, то есть как им заблокировать входящий или исходящий трафик. Для чего это может понадобиться? Блокировка входящего трафика позволяет отключить ненужные обновления ПО, назойливую рекламу или экономить трафик. Блокировка исходящего трафика может предотвратить распространение конфиденциальной информации. Также это пригодится на случай, если вы захотите ограничить вашего ребенка от просмотра нежелательного контента или чрезмерного проведения времени за онлайн играми. Мы рассмотрим работу Firewall в Windows 10, однако эта инструкция будет работать и для пользователей Windows 8 или 7. Для начала необходимо запустить расширенный интерфейс межсетевого экрана. Для этого перейдите в панель управления. Выберите режим отображения крупные значки. Кликните BrandMower Windows. О том, как открыть панель управления я уже рассматривал в одном из своих видео. Ссылка в описании. В окне Брандмауэра нужно кликнуть на дополнительные параметры. Расширенный интерфейс Брандмауэра содержит множество настроек. Вносите все изменения максимально внимательно, в точности следуя этой инструкции. Неправильная настройка приведет к множеству проблем в работе компьютера. Детальное видео о том, как настроить, включить или отключить Брандмауэр Windows 10 уже также есть на нашем канале. Ссылка на него есть в описании. В левой навигационной панели выберите правило для исходящего подключения. Система отобразит все созданные ранние правила. Не удивляйтесь, что список заполнен десятками различных записей, созданных Windows. В правой панели кликните на Создать правило. По умолчанию предлагается создать правило для программы. Подтвердите выбор, нажав кнопку Далее. На следующем шаге необходимо указать путь к исполняемому файлу программы для блокировки. На примере браузера Opera мы проверим блокировку подключения к интернету. Вы можете как внести полный путь к exe-файлу вручную, так и воспользоваться кнопкой Обзор. В последнем случае система автоматически заменит часть пути файла на переменную окружения. Обратите внимание, что по ряду причин переменные окружения могут неправильно определяться системой. Если вы столкнулись с тем, что созданное правило блокировки не работает, отредактируйте правило, вставив полный путь к файлу в поле ввода вручную. Также важно, в большинстве случаев достаточно заблокировать исполняемый файл программы для ограничения доступа к интернету. Но этот подход может не сработать для онлайн-игр. К примеру, если вы хотите заблокировать возможность подключения к игровым серверам Майнкрафт, блокировать нужно приложение Java, исполняемый файл java.w.exe, так как игра подключается к сети интернет через Ява. Подтвердите выбор файла, нажав кнопку Далее. На следующем шаге подтвердите выбор Блокировать подключение, нажав кнопку Далее. Теперь необходимо выбрать, когда применяется правило. По умолчанию все элементы отмечены. Эти элементы определяют, применяется ли правило в зависимости того, подключен ли компьютер к сети, которую вы определили, как общедоступную или частную сеть. Важно! Если вы выберете параметр «частный» и снимете выбор с «публичный», это не будет означать, что программа будет иметь доступ к ресурсам локальной сети, но не будет иметь доступа в интернет. Допустим, вы используете ноутбук дома – в сети, который вы определили, как конфиденциальный. На работе – в сети, под управлением домена. И в кафе – сеть, которую вы определили, как общедоступную. Если вы хотите, чтобы правило применялось и в кафе, и на работе, и дома, выберите все три опции. Если вы хотите, чтобы правило применялось только в одном из трёх случаев, укажите соответствующую опцию. Если вы сомневаетесь в выборе, оставьте все варианты блокировки включенными по умолчанию. Подтвердите выбор, нажав кнопку «Далее». На последнем шаге необходимо назвать правило. Дайте этому правилу осознанное имя, чтобы вы могли легко найти его в дальнейшем. Здесь же вы можете указать описание вашему правилу, чтобы вы могли вспомнить причину его создания через продолжительное время. Windows автоматически создаёт множество правил для Брэндмауэра, но все они имеют довольно экзотические имена. Для того чтобы выделить наши правила, назовём его «Блокировка браузера Opera». Завершите мастер, нажав кнопку «Готово». Теперь в списке блокировки исходящих правил появился новый пункт. Вы можете дважды кликнуть по нему для редактирования. Например, вы можете указать пользователей, для которых будет действовать или не будет действовать это правило. Или блокировать только определённый протокол . Блокировка вступает в силу сразу после создания. Вам не нужно выходить из системы или перезагружать компьютер. Запустите приложение Opera и прийдите на сайт google.com, чтобы убедиться в блокировке. Если вам понадобится отключить блокировку, необходимо будет вернуться в интерфейс расширенных настроек к Windows Firewall, выделить правило левой кнопкой, затем либо выключить, либо удалить его. Используйте для этого соответствующие пункты в правой панели брендмауэра. Аналогичным образом можно настроить правила для входящих подключений. Для этого выберите меню Правила для входящих подключений и создайте правило, следуя пунктам Мастера создания правила. Это всё. Если данное видео было полезным для вас, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, удачи!